Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Сумма выданных кредитов выросла на 30%. Управляющий отделением Кирова Волговятского управления Банка России Сергей Крюков объясняет рост объемов кредитования, снижением процентных ставок, происходящим на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России и реализации программ льготного кредитования. Программа Экономика. На полтора миллиона штрафовали компании, которые взяли на работу бывших госслужащих. В таких случаях бизнес обязан уведомить бывшего работодателя в течение 10 дней, однако часто этого не происходит. Подобными случаями занимается прокуратура. В 2020 году на работодателей наложено штрафов на сумму, превышающую полтора миллиона рублей. Виновными в незаконном привлечении к труду государственных или муниципальных служащих признаны 52 юридических и должностных лица. Кировским аграриям сократили финансирование на 2021 год на полмиллиарда. Из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса ожидается поступление менее миллиарда 200 миллионов рублей, тогда как в 2020 году сумма превысила миллиард 600 миллионов. Это связано с изменением концепции под программы комплексное развитие сельских территорий, где решили урезать финансирование благоустройства и закупок техники для предприятий. При этом финансирование из регионального бюджета сохраняется практически на том же уровне более 800 миллионов в год. Налоговая продлила срок перехода с ЕНВД. Это коснется тех, кто собрался приобрести патент. Чтобы работать по такой системе, с 1 января в соответствии с налоговым кодексом нужно подать заявление на патент за 10 рабочих дней до этого, то есть не позже 17 декабря. Но по решению налоговые сроки продлят на две недели, то есть до конца этого месяца. В ФНС отмечают, что около миллиона предпринимателей еще не определились, каким налоговым режимом будут пользоваться после отмены ЕНВД с 2021 года. В завершении о валютах. Доллар сегодня 73,31 евро в 88,94 рубля. Продолжение следует...